так на мой пост видео где я признался в любви к трампу значит я получил вот типичный ответ юрий биргер или бергер название почему-то маркович 44 такой ответ а я не люблю трампа за что его любить за рекорд в кавычках более 200 твитов за день юрий ну будьте объективны хотя бы он общается с народом 200 раз он сообщил о своей позиции обществу не своим сотрудникам а нам с вами в основном американцам вам наверное я не гражданин сша что в этом плохого это раздражает конечно очень сильно раздражает демократов они не общаются у них они там поэтому байдена даже придумали какую-то историю что у кого кого-то соблазнил чтобы его покритиковали потом эта история умерла потому что не может он никого соблазнить никто не соблазнится три слова скажет четвертое соврал ну политики иногда там говорят неправду но это установка это установка демократической партии что он все врет они все правду говорят про социализм значит потратил 130 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф ну юрий если бы это было это был бы судебный процесс за одну фразу только думе февера сделайте мне одолжение но импичмент но 130 миллионов на игру в гольф разваливает нато вот хороший ось зла путинская россия северная корея и иран вопросы нерешенные это сложнейшие вопросы но он их решает постепенно но вот северная корея но нету больше ракет которые перелетают там через японию через южную корею остановил ким чан ин испытания в воздухе остановил как это сделал трамп но это фокус какой-то дипломатический политический но он это остановил путинская ось зла северный поток 2 остановил обама не останавливал даже не пытался европейцы говорили нам это вот заработок а то что это поддержка военной машины путина это их не особенно интересовал трамп взял остановил молодец развалил нато ну ну неправда это просто неправда он активизировал на то он заставил их платить он там не бытьем-то катанем шантажом заставлял их платить свои взносы обещанные которые они вдруг решили не платить он стимулировал это unity это единство нато вы что это же превратилось в халяву как чего так американцы идите сюда а потом следующим же шагом там американцы мировой полицейский вон отсюда как помогать израилю так нет это это мы не будем это не модно мы будем помогать палестинцам говорят европейцы террористам и поддержка не слабая миллиарды ну к счастью воруют эти деньги эти палестинцы арафат там несколько миллиардов оставил себе и жене так что это неправда смешно и грустно смотреть как президент великой страны проигрывает вы выбрать лихорадочно цепляясь за трон друг мой он открыл фальсификацию воровство перед этим он открыл воровство байдена в украине за это его преследовали политические противники нельзя этого делать это легальное воровство чиновник имеет право немного подзарабатывать считают демократы а трамп так не считает это обычное воровство когда там сына байдена назначили совет директоров бурисмы обычное воровство коррупция так его взяли обвинили самого в коррупции цепляется за трон ничего не цепляется это фальшивы это ответственность руководителя страны понимаете это же ведь не черчилль по моему сказал что политик думает о выборах а государственный деятель думает о будущем страны вот это то самое ему плевать на выборы у него все в порядке у трампа если бы он проиграл выборы но он продолжал бы заниматься своим делом а здесь он увидел воровство наглое подлое воровство естественно он и сейчас начинают открываться эти факты но вот сейчас это неделя которая в течение которой там очень многое там откроется пенсильвания 100 тысяч выиграл байден и уже ясно что 300 тысяч это доказано уже уже там с помощью мафии вообще красиво да демократы демократическая партия не первый раз кстати говорю в истории соединенных штатов вот увольняют своих сотрудников а кто не увольняет это вопрос лояльности вопрос лояльности хилрик линтон три миллиона обошла его ну понимаете вот юрий серьезная проблема у вас нельзя позволять пользоваться своим умом своим интеллектом вот это то что вы сделали вместо того чтобы включить механизм там рассуждения анализа вы доверили думать за себя пропагандисты которые вам в уши вдувают установки они ложные они не основаны на фактах но это как там вот вы здесь тоже пишите об этом Трамп на крючке у Путина там другими словами правда но все провели расследование создали комиссию парламентскую там несколько десятков человек опросили кого-то осудили за неуплату налогов но не доказали тем более что ну он эффективно борется я книгу об этом написал о том как демократы сотрудничали с ФСБ как эта кнопка перезагрузка с Лавровым то что Хилари нажимала привозила Лаврову это символ отношения отношения сотрудничества когда ФСБ и ФБР и ЦРУ кстати говоря приходили к некоторым соглашениям и у меня конкретный случай описан в книге там когда американского гражданина незаконно осудили на семь лет только для того чтобы удовлетворить русских которые считали что там он наносит ущерб государству этот американский гражданин вот нельзя позволять это заменять замещать свой интеллектуальный аппарат вот этими пропагандистскими установками ну пишите без ошибок все правильно но все состоит вся фраза все весь пост состоит из тупых пропагандистских установок недоказанных 130 миллионов баксов налогоплательщиков на игру в гольф ну вы сами то что верите в это что представляете что бы было если бы так оно случилось демократы в большинстве в конгрессе но это был бы предмет для импичмента для скандала вот так что включайте головной мозг он сверху находится обычно там где голова и начинайте думать президент трамп лучший президент соединенных штатов о нем будут говорить как о лучшем президенте он победил на выборах победил с огромным преимуществом а байден как это и принято у демократов у социалистов попытался украсть и его поймали воришку поймали дважды поймали когда он пытался украсть в украине там поймали сейчас не поддерживайте воришек это беспроспективно